Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! Сиванская, как вы знаете, 14 Сивана сегодня. 13 июня, 14 Сивана. И мы продолжаем изучать Тору. Продолжаем изучать Тору. Значит, сегодня мы находимся, как и всегда, в книге «Айом-йом» «Сегодня день». Сегодня день. И изучаем мысли в начале Любовичского Рэба, да, которые он специально сформулировал и собрал для того, чтобы нас приблизить ко Всевышнему. Малибу на связи. Наталья Маргулис. Конечно, на Малибу, наверное, весело. На Малибу, да? Никогда не был на Малибу. Даже не знаю, где это. Но думаю, что там весело. Море, солнце. Хорошо. Надев утром талит катан, говорит нам Рэба, с чистыми руками, то есть после утреннего омовения рук, и там, где разрешается произносить благословение, ни в туалете, ни в ванной, произносят благословенты, давши на заповедь оцицит. Значит, давайте я разъясню, что здесь мы изучаем. Значит, есть... Когда ты утром просыпаешься, первое, что ты должен сказать, это мудэ, нелефанеха, благодарен я перед тобой, мэлэ, хайвэ, кайям, царь живой, высущий, шейхизар, табиниш, матибэ, хэмла, что вернул ты в меня душу мою, раба, эмунатеха, велика моя вера в тебя. Значит, я недавно, когда объяснял это благословение, да, утре, это не благословение, это там нет имени Всевышнего, но можно сказать, что это благодарность такая утренняя, да. Мне кто-то сказал, так эмунатеха переводится вера эмуна твоя в меня, велика твоя вера в меня, да, что дословно, если перевести это слово, но это не подходит. Когда я благодарю Бога, тяжело сказать, что велика моя вера, велика твоя вера в меня, велика моя вера в тебя, мы же верим в Бога. Но потом я подумал, да, а действительно мы верим в Бога, а Бог верит в нас. Он верит, что мы будем хорошими, добрыми, что мы сделаем что-то в жизни хорошее. И Он все время ждет, ну когда же Он сделает это хорошее. То есть можно сказать, что когда Бог нам возвращает душу с утра, то Он верит в нас, верит, что сегодня, вот именно сегодня, мы и сделаем что-то хорошее. Но, конечно, все равно полудить и больше подходит, что велика раба и монотеха, велика моя вера в тебя, что я верю, что ты, раз ты мне вернул мою душу, значит, у тебя тоже на меня какие-то хорошие планы, и я буду жить дальше. Это очень важное такое начало дня, потому что все, что дальше происходит в жизни человека, построено на его вере. То есть мы верим в свои планы, мы верим в свои цели, мы верим в свои правила жизни, мы верим в свои принципы, мы верим в то, что должно быть вот так, а не по-другому. То есть вся жизнь человека, это в принципе вера. Вот мы все верующие люди, и по вере каждому воздается. То есть если ты веришь в неправильные правила, то тебе по вере твоей воздается. Если ты веришь в неправильные принципы, то повери. Если ты поверил, что кто-то должен сделать так, а он сделал по-другому, так а зачем ты верил? Поверить в твоей тебе воздалось. Не надо было не верить ему. А ты поверил, значит, у тебя проблема. И опять же, если ты веришь, что это проблема, у тебя проблема. А если ты веришь, что это урок, у тебя урок. А если ты веришь... Вот видите, в Аштинарском ситуре написано велико твое доверие ко мне. Эмунатеха – это твоя вера в меня, да, дословно перевести. Но это не подходит. То есть велика твоя вера в меня, раба эмунатеха. Велика твоя доверие ко мне, вера в тебя. Ну, может быть, да. Я всегда, как я понимаю, раба эмунатеха, велика моя вера в тебя. Но если Бог в меня верит тоже, то тоже отлично. Тоже отлично. Дальше. Дальше, значит, это можно сказать, еще лежа в кровати, потому что в этом высказывании нет имени Всевышнего. Там нет слова «Бог», там нет «Всевышний», там нет «Всесильный», и там нет этих же слов, тем более на святом языке. То есть мы как бы мы это говорим, но мы в этот момент не включаем максимальную святость. Теперь после этого нужно пойти и омыть руки, омовение рук сделать. Человек идет в туалет, значит, очищает свое тело от продуктов распада. То есть это удивительно, что когда мы кушаем, мы берем еду, эту еду мы берем, значит, сквозь себя пропускаем, и, значит, выходит то, что есть в еде, всякие верные, вредные отбросы, там все, что плохое, оно выходит. Вот мы с утра вышли, значит, сбросили все эти отходы с себя. После этого мы помыли руки, как минимум нужно полить водой на руке специальное омовение рук. Три раза льется из кружки, можно из стакана. Значит, три раза, вот наполнили стакан. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. То есть шесть раз помыли руки, и в этот момент говорят, что какой-то дух нечистоты уходит с кончиков пальцев, и ты готов служить Всевышнему. Потом нужно выйти из туалета и в чистом месте сказать благословение. Значит, первое благословение на омовение рук, что ты дал заповедь на омовение рук. Зачем благословлять? Почему благословлять? Зачем благословлять? Что это вообще за такая непонятная история? Ну, сделал ты действие, а зачем благословлять? И тут то и дело, что и слова, и намерения, и действия, то есть есть слово, есть мысль. Мысль – это в голове как бы такая самая легкая, легкая такая, легкое изменение. Вот человек сидит, например, он что-то думает, а никто не знает, что он думает. То есть у него внутри, может быть, вообще там все переворачивается. Он внутри только что принял решение там сменить пол, потом принял решение сменить пол обратно, потом принял решение жениться, потом принял решение родить 10 детей, потом принял решение, нет, все-таки не рожаю 10 детей, а иду в монастырь. То есть это все происходит у него в голове, и он как бы, а никто не видит вообще никаких внешних, никаких изменений. Это мысль, мысль легко работает. Потом второй уровень – это слова. Все-таки если он все эти свои решения произносит вслух, то уже, конечно, есть изменения. То есть явно, если его кто-то услышит, скажут, с ним не в порядке что-то, да, то есть его надо, например, на обследование отправить, если он решил за, там, 5 минут стать женщиной, мужчиной, потом сменить пол, потом обратно сменить, родиться, там, ну и так далее, да. Если он вслух это скажет, уже у него как бы может возникнуть проблема такая, реально, потому что скажут, он малеха не в себе. Теперь, если он это начнет делать, то есть первый уровень – мысль. Мысль, она легкая, не видна. Второе – слова. Слова уже производят изменения, они уже такие потяжелее. Но если он начнет все это делать, он сменил пол, потом сменил пол обратно, потом он женился, потом он родил 10 детей, потом он ушел из семьи, потом он стал монахом, да, потом он из монахов ушел, стал, там, я не знаю, каким-нибудь спортсменом, да, то скажут явно, если он это делает, то он точно не в себе, то есть это точно диагноз. Теперь получается, что когда ты утром встаешь, и ты думаешь вначале мысль, да, думаешь, первая моя мысль, надо же, зачем я проснулся? Для связи со Всевышним, служить Всевышнему. Оп, и ты потом говоришь слух. Благодарен я тебе, царь живой и сущейший, что вернул ты в меня душу мою, раба ему на теха, сказал слух, уже ты проявил свою связь со Всевышним. Потом ты встал, сделал омовение рук, и когда ты сделал омовение рук, действия, и еще сказал, благословен ты, Бог Всесильный, да, царь Вселенной, то когда ты говоришь все эти слова, то ты не просто уже сделал действия, ты еще сильнее выразил свое намерение соединиться со Всевышним. И тут, значит, нам сегодня раба говорит, а после этого нужно, если ты мужчина, женщины это не делают, а мужчины одевают такую одежду, называется, видите, вот такая одежда, она называется талит, талит катан, а вот это вот называется тистицицит. Значит, это такая одежда, которую мужчины одевают сразу после того, как проснулись, и они ее надевают, это как военная форма такая, военная форма у еврейских мужчин, с четырьмя висят эти четыре кисти, и нужно сказать благословение, что давший нам заповедь о цицит. Дальше он объясняет, если ты там сейчас не одел, не сделал, то есть все идет разговор, как правильно выполнить эту заповедь. И в чем здесь важная вещь, в чем здесь важная, важнейшая вещь, что цицит, да, вот это вот тистицицит, написано, и будешь смотреть на них, и будешь вспоминать все заповеди Бога, и не будешь блуждать, влекомый сердцем и глазами. Почему это самая важная такая заповедь? Говорят, что цицит, это самая важная заповедь, которая включает в себя все остальные заповеди. Именно по вот этой причине. Будешь на них смотреть, и не будешь блуждать, влекомый сердцем и глазами. Большинство людей живут в мире, живут в своей жизни, они блуждают. Они реально, вот я смотрю на них, думаю, вообще, какие заблудшие люди. Как они блуждают вообще, как они блуждают по жизни. У них просто, у них мозг разносит. И они смотрят вот эти СМИ, да, они смотрят вот эти вот тренды, да, которые называются тренды. Они, то есть, они полностью, вот они блуждают всю свою жизнь, влекомые. И чем они влекомые? Сердцем, своими эмоциями и своими какими-то сиюминутными желаниями. И глазами, через глаза их цепляет мир. Особенно сейчас, человек глаза только в одну коробку уставился, и дальше его повели. И его взгляд просто ведут из, там, то есть, конкретно им управляют. Он все время в какой-то воронке продаж, знаете. То есть, вот мы не понимаем, что как только ты глянул в телефон, ты уже точно стал лидом. То есть, кто сейчас, все люди, мы лиды. Лиды, это потенциальные покупатели, да. И вся вот эта вот, весь Фейсбук, все соцсети, все это работает на лидогенерацию. То есть, эта вся машина, она для чего? Для лидогенерации. То есть, мы все лиды для кого-то. Да. И Фейсбук, он смотрит, говорит, так, Владимир Еременко с утра посмотрел, значит, урок Тора. Значит, человек духовный. Значит, что бы ему продать? Мы сейчас ему будем показывать рекламы по медитации. Мы ему будем показывать рекламы по ретритам разных. Мы ему, значит, мы поняли, что Владимир Еременко у него, уже его кто-то зацепил. У него возникло, его Всевышний зацепил, наверное, да. Но мы сейчас, как Фейсбук, нам же важно деньги с него заработать. Мы сейчас ему покажем именно что-то, за что нам заплатили рекламодатели. Ведь рекламодатели-то они платят. И дальше все, Владимир Еременко перестал себе принадлежать, потому что его уже система, весь этот телефон, вся картинка мира ведет его в воронку продаж. Все, засосало, знаете как? Водоворот засосал, опа, и человек очнулся где-то. Ну, где-то он очнулся, понятно. Теперь, а нам говорят, нет, не надо никуда проваливаться, смотри на цицит, вспоминай все заповеди Бога и делай их. То есть ты от заповеди к заповеди, заповедь, 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 Тора, заповедь, заповедь, заповедь. И ты, значит, набираешь себе вот этой вот криптовалюты для своей души. И потом, когда ты приходишь в тот мир, значит, все, которые были в обществе потребления, они голые, боссы, и нечего им там делать в духовном мире. А те, которые здесь над ними смеялись, они, значит, приходят туда, и они на вечность очень обеспеченные люди. То есть их душа обеспечена. И здесь, что самое главное, они получают истинное, настоящее наслаждение, именно, когда они служат Всевышнему. Теперь, сегодня обретение неба на земле. Вот если бы я вчера не был на уроке Рапинка-Савышетского, то я бы не понял сегодня то, что написано в этой книге, обретение неба на земле. Обычно в обретении неба на земле, в этой книжечке, ну, совет короткий, там, обращайся к врачу, вери там в врачу, когда он лечит, но не когда он предсказывает, всегда были короткие советы. А сегодня совет на полстраницы, обретение неба на земле. И слава богу, что я вчера пошел вечером на урок. Не пошел, получилось, у меня, я не успевал ничего, но именно остальные вещи отложил свои, запланированные, и все-таки попал на этот урок. Значит, любая честная рэба, вот сейчас будет Диммал Бетамус, это день, когда он ушел из этого мира, умер. Йорц это его. И перед тем, как он умер, у него было какое-то время после инсульта, он уже не проводил уроки Торы, не разговаривал, он какое-то время после инсульта находился в этом мире, полу в этом мире, полу уже в духовном. И последнее, последнее его, вот было такое активное действие, он стоял, и он раздал 10 тысяч, лично раздал 10 тысяч таких вот, ну, Моамар, это, вот он состоит из трех страничек, да, это его было, его некая такая, это было как его завещание, его тараническое высказывание, и он раздавал, стоял 10 тысяч этих листовок, у него очередь стояла там десятки тысяч людей, но он раздал 10 тысяч, 10 тысяч лично, он каждому давал вот эту вот книжечку, каждому он давал доллар, и говорил, занимайся цдакой, то есть я тебе даю доллар, чтобы ты передал его дальше. Но люди этот доллар оставляли себе, а дальше передавали свои деньги, помогали людям, то есть он их как бы включал этим. И вот он давал им вот этот вот Моамар, да, это называется Моамар, свое, как разбор таранический, давал доллар, и давал Леках, это кусочек медового пирожка маленький, он ему давал, и значит, и благословлял, и все, он это сделал, через две недели инсульт, и через несколько лет он ушел уже в другой мир, значит, в духовный мир, это была Дима Лбетамус, вот скоро будет этот день, когда он ушел. И сегодня написано так, последняя в этой книге «Обретение неба на земле», последняя запись Рэбы перед поразившим его инсультом сосредоточилась на следующей мысли, то есть какая была главная его мысль, какая была главная его мысль, значит, это был вывод, главный вывод вообще его жизни, всей его жизни, и ответ на вопрос «Кто мы есть, и что мы должны делать?» это было как его такое духовное завещание, «Кто мы есть, и что мы должны делать?» было в этом его Мамаре. И он говорил там о следующей вещи, значит, он говорил так, что самое главное, то, что человека, что больше всего приближает к Богу, это то, что называется самопожертвование, когда ты жертвуешь собой ради других людей, ради того, чтобы они приблизились к Богу и соблюдали Тору. И вот это, когда ты соблюдаешь заповеди через самопожертвование, то есть преодолевая какую-то сложность, это и есть самая высочайшая форма служения Всевышнему, то есть самый высокий момент, на который может подняться человек. И он говорит, «Я знал мужчин и женщин, которые жертвовали всем, чтобы противостоять религиозным преследованиям большевистского режима». Он сам в Рэбблюбайсе где-то 900, там, какого-то года рождения, 900, может, какого он года рождения, в общем, где-то 901-го, 902-го, и он как раз застал все эти моменты, когда пришли к власти коммунисты, когда его тесть, а предыдущего Рэба, приговорили к расстрелу, и, значит, его приговорили к расстрелу, потом его, дали ему ссылку, потом его отпустили. И, значит, он говорит, «Я видел этих людей, которые жертвовали собой ради того, чтобы соблюдать, соблюдать заповеди». То есть в советское время, я сам учился в Рэвисках, Зильбер, Зацаль, Сихрану Цедикли Враха, который, он 917-го года рождения, который был и в ладерях, и везде. И он говорит, «Но когда они приехали в страну свободы и комфорта, в Америку, то где же их величие, куда делось их величие?» То есть наоборот, свобода и комфорт, они их сделали абсолютно такими, ну не слабыми, но очень, не духовно великими. То есть те, которые соблюдали заповеди через самопожертвование, они были великаны духа. А когда они приехали в такую комфортную страну, они все расслабились. Человек, воспитанный в условиях свободы и комфорта, как мы с вами, чтит их, идет за ними, но внутри он духовно опустошен. Вроде все есть, а духовно опустошен. Это не дает ему покоя. Искра внутри него кричит. Это не то, чего я хотел на самом деле. Я не хочу этого мира. Не хочу, я хочу только его одного, только Бога. Я хочу соединиться с Богом. И именно в моменты сложности, в моменты каких-то катаклизмов и так далее, у человека пробуждается вот эта вот его духовная сила, огромная духовная сила, она пробуждается. И это как раз там отрывок идет из этого, из его Маамара. Это означает раздавить маслину ради ее масла. То есть душа это как масло. И когда маслину, хотят из нее выточить масло, ее давят, сжимают, 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 из нее выходит капля чистого масла, которая потом, из нее идет свет. Точно так же человек, когда его жизнь давит, давит, ну вот сейчас реально там страшные условия. Но я смотрю на всех своих знакомых, которые сейчас прошли, которые сейчас прошли вот эту вот всю ситуацию, там уехали с Украины, там война и так далее. То есть в сложностях люди наоборот становятся сильными, светлыми, такими мощными. Я смотрю, думаю, вот действительно. А потом я вспоминаю, у меня это была очень сложная жизнь. Мы с женой в Израиле только 20 раз переезжали. То есть у нас вот этот вот как галут, изгнание, нет денег, там были реально огромные-огромные сложности. Именно они и дают человеку возможность, чтобы его душа проявилась, чтобы его душа включилась, чтобы у него вышел вот этот духовный свет. И, к сожалению, без этого не бывает роста. Государство Израиль с первого дня существования войны, то есть объявили о независимости, напали сразу там пять арабских стран, пять регулярных армий, напали на этих беженцев, которые из концлагерей было здесь, там несколько сот тысяч таких людей, которые были беженцы, да, которые просто их, и они сумели выстоять, и прямо когда они выстояли, они стали сверхсильными. И так войны. Каждая война делала Израиль сильнее, 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 и каждая сложность делает человека сильнее, 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 это то, что говорил Рэбе, что масло раздавливают ради ее масла. И потом масло растекается, и проникает в каждую клеточку существа, и тогда нужен, чтобы зажечь это масло, нужен садик. Вот контакт с садиком, да, с праведником, он как зажигает внутри весь этот духовный свет, и он, значит, тогда человек начинает светить. Поэтому нам, конечно, нужно очень сильно искать сейчас контакт с садиками, и с праведниками, если нет прямого контакта, нужно читать вот рассказы, есть книга Равыска Козильбера, чтобы ты остался евреем, есть книги Любайческого Рэбы, там я читаю рассказы, вообще просто включает, включает. И цадик зажигает это масло, и теперь все в человеке начинает пылать, и сияет источник света, который нельзя ни погасить, ни затемнить. И это свет Машеха, это свет Машеха, и это мы сегодня прочитали, вот две первых книги, а как раз есть книга Бамидбар, недельный раздел, вот про разведчиков. Смотрите, значит, обычно у нас урок сейчас заканчивается, но сейчас я все-таки мы продолжим, потому что сегодня очень важная недельная глава, которая, ну прям, одна из самых важных, можно сказать, в Торе, она рассказывает о том, как Маше Рабейну послал разведчиков, в 12 человек он послал их, чтобы они разведали землю Израиля, которую Бог обещал, и вот они возвращаются, да, они эти разведчики, они вернулись, и что было? Это очень большая, серьезная модель для всех нас, как относиться к жизни. Поэтому я сегодня продолжу, еще минут 10 мы получимся. Значит, и поднялись они эти разведчики, и начали они исследовать землю от пустыни на юге, и поднялись они значит, до севера. Значит, поднялись они от пустыни, и написано, и пришел в Хеврон, один из них даже пошел в Хеврон, то есть, было их 12 человек, вот что важно, значит, вышло 12 человек. Из них был Юшуа бен Нун, это был, Юшуа бен Нун, это был глава колена Ефраима, Калиф бен-Эфуне, это был глава колена Иуды, и было еще 10 представителей других колен. Когда они выходили, Машер Абейну дал благословение Юшуа бен Нуну, и добавил ему одну букву в имени, как он добавил, как имя Всевышнего, в его имя. Он был Ошия, а стал Юшуа, Бог тебя спасет. И он ему дал благословение Юшуа бен Нуну, своему ученику. Теперь, значит, Калиф бен-Эфуне, они 12 человек пришли, он говорит, парни, я пошел в Хеврон. Они говорят, а почему в Хеврон? Он говорит, там похоронены Авраам, Ицкак и Яков, Марата Махпелла, наши праотцы, я пойду туда, помолюсь. Они говорят, нет, мы должны вместе. Он говорит, я, и он один пошел в Хеврон молиться на Модилах праведников. Они 11 человек пошли, разведали землю, и, значит, что дальше? И пришли они обратно. Приходят они обратно, несут огромную кисть винограда, они ее несли, плоды огромные, и вот они приходят обратно. Приходят они обратно, и пришли они к Маше, к Арону, собрали весь народ, и они говорят. Значит, говорят они так, значит, пришли мы, говорят, в землю, которая нас послали, и она действительно течет молоком и медом, и вот ее плоды, показывают им плоды. Плоды огромные. Теперь, ну, они же уже заготовили, они хотели сказать, что мы проиграем, мы не сможем туда зайти, а зачем же они начали с того, что они восхваляют землю, говорит нам устная Тора, что любой вредитель, любой обманщик, любой тот, кто хочет сказать обман, он должен начать с правдивой вещи, и все аферисты знают это, и они вначале говорят правда, 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 а потом они в эту правду закручивают ложь. И они тоже, они показали плоды, говорят, земля отлично, то, что Бог нам сказал, что она течет молоком и медом, это правда, все да, да, видите, они правду говорят, вот правда, вот плоды, вот все отлично, и что, и тут они продолжают, но там живет народ такой, в этой земле, города укрепленные, огромные, и видели мы, видели мы великанов там, значит великаном мы видели, амалети, это кочевники страшный народ, который там самый жестокий народ, это амалек, это антипод еврейского народа, амалети живут там, и хити, и ивуси, и имари, и какие-то там дети разные, аборигены, живут они там, и значит, в общем, они начали говорить, что там живут сильные очень люди, мы их не победим, выходит калев, глава колена Иуды, который молился в Евроне, и говорит, мы поднимемся, мы даже на небо поднимемся, и мы унаследуем эту землю, мы сможем их победить, это сказал калев, да, почему, они только что море перешли, 10 казней видели, Тору получили, то есть Всевышний с ними, он говорит, о чем вы говорите вообще, как мы можем бояться, правда на нашей стороне, Всевышний на нашей стороне, куда, ну то есть, мы конечно победим, теперь значит, а эти что 10 говорят, которые были с ними, сказали, не победим, не сможем мы подняться, народ сильнее, чем мы, и тут вот, видите, тут написано такое слово, на иврите, что народ сильнее, мы, мы, ну, он сильнее нас, а можно прочитать, мы, мы, но он сильнее Бога, то есть, они опять, опять же, они, главное, их было сомнение, что Всевышний с ними, и вот это вот очень важный момент, очень важный момент, то есть, человек, когда идет на войну, человек, когда идет в какое-то новое дело, он прежде всего должен задать вопрос, а Всевышний со мной или нет? Если он думает, что Всевышний против него, так куда ты идешь, тебе шансов нет, но если ты знаешь, что Бог с тобой, так, тогда кто может тебе противостоять? И вот этот вот главный момент, значит, я как-то, ну, вот, написал этому своему другу, который, ну, там, один из советников Зеленского, я написал, скажи, говорю, передай ему, может быть, сейчас кто-то нас слышит, пускай он говорит перед славой Украине, пускай он говорит слава Богу, тогда точно победит, то есть, тот, кто скажет слава Богу, вот тот и победит, потому что, когда человек, он вместе идет с Богом, да, и он знает, что Бог на его стороне, но у него нету, как бы, нет шансов не победить, как Давид победил Галиата, например, да, это очень важный момент, и вот они сказали, что мы не победим, мы не сможем подняться, потому что народ сильнее нас и сильнее его, это говорит, и начали они говорить клевету на землю, по которой они исследовали ее, и говорили, земля, она, и они начали тогда трактовать все, что они видели, против себя, она, например, там все время похороны, а Всевышний специально делал похороны, чтобы их не заметили, то есть Всевышний, наоборот, делал так, чтобы их защитить, но как трактовать эти события, они не хотели заходить, они не верили, что Бог им поможет, и они говорили, все против нас, все против нас, значит, видели мы там, вот тут тоже интересно, те, кто любят мистику, и те, кто любят такую эзотерику, они могут здесь вот найти очень много комментариев, интересных, и преданий, видели мы там, нефилим, нефилим, это были падшие ангелы, которые еще до потопа, они там упали, были два ангела, которые сказали, что что это за люди вообще, как они могут грешить, вот если бы мы были людьми, мы бы не согрешили, и Всевышний двух ангелов опустил на землю, и они стали людьми, и они стали падшие ангелы, да, и вот они говорят, эти разведчики, там мы видели этих нефилим, сыновей, тех, которые были падшие ангелы, и мы были в их глазах, как кузнечики, а мы были в своих глазах, как кузнечики, и также мы были в их глазах, и вот здесь, как раз на этом месте, на этом месте, Уснатора нам говорит, вот тут мы видим, что они врут, почему, потому что, когда ты говоришь, мы были, мы были в своих глазах, как кузнечики, ладно, это может быть, то есть ты видишь себя, есть очень много людей умных, красивых, но они себя не ценят. И они как бы... Вот человек, когда идет выступать, он боится выступать на публику. У меня одна из моих профессий, это я обучаю публичным выступлениям. И человек боится, что его критикуют. Но ты же не знаешь, как другие люди думают про тебя. Значит, то, что ты боишься, что они тебя критикуют, это значит, что ты сам себя критикуешь. И ты говоришь, что они меня критикуют, и ты не знаешь, что они думают, ты не знаешь, что другой человек думает в голове. Так видите, здесь видно, что видно их обман. Они говорят, мы были в своих глазах, как кузнечите, и так же мы были в их глазах. А, говорит Туснаторова, тут вы обманываете, тут видно, что вы обманщите. Вы не знаете, какие вы были в их глазах. А значит, ваше намерение вот такое было. То есть вы все подравнивали под свое намерение, что вы слабо идти, вы проиграете. И значит, ватиса, коль айда, и возопила вся община, и подняли они свои голоса, и плакал народ в эту ночь. Это значит, все они рыдали, и вайолину, вайлону, аль-моше, ва-ля-арон, и начали они жаловаться на маше, на арона, все, коль б на Исраэль. И сказали, эх, лучше бы мы умерли в Египте, лучше бы мы в пустыне этой умерли. Зачем Бог привел нас сюда, и чтобы мы здесь погибли от меча, чтобы нас убили. Жены наши будут, значит, и дети наши будут в добыча у них. Лучше нам вернуться в Египет, сказали. Они лучше нам быть рабами в Египте, чем вот это вот все. Они начали плакать, рыдать впустую, как люди, когда человек беспокоится, волнуется о завтрашнем дне, он плачет впустую. Ты вообще не знаешь, будет он, не будет, как будет. Это слезы впустую. Вот то, что они тогда плакали впустую, на их уровне, после дарования Торы, после того, как они прошли сквозь море, после того, как они видели Всевышнего, чувствовали Всевышнего, слышали голос Всевышнего, я Бог, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Вот это была огромная проблема, то, что они так себя вели. И сказали, значит, давай вернемся в Египет. И упал Муше и Арон, на землю они падали, и плакали они, и ушел Абин Нун, и Калев Бен-Ифуне, из тех, два человека, которые из двенадцати, которые шли разведчики, и порвали они свои одежды от горя, и сказали всем, все общине Израиля. Значит, они сказали, Маше, Арон, и ушел Абин Нун, и Калев сказали, земля прекрасная, и мы ее прошли, чтобы высмотреть ее хороша, эта земля чрезвычайна. А вы, значит, другими словами, вы, ну, я не хочу, у меня нету слов, как можно назвать, тех, кто плакали, значит, вы ошиблись, это была огромная-огромная ваша ошибка, недоверие к Богу, сомнения во Всевышнем, это была огромная ваша ошибка, и Всевышний потом все это поколение повернул в пустыню, сказал, ваши дети и жены, что вы говорите, что они станут добычей, они зайдут и унаследуют землю только через сорок лет, а вы, значит, все умрете в пустыне, те, которые плакальщики, и те, кто сомневались, все умрете, кроме Калев и Юшу Абину. Вот вы зайдете в землю Израиля, вы молодцы. Все, друзья, значит, мы сегодня изучили, что мы можем посмотреть теперь с этой точки зрения на себя, насколько мы доверяем Всевышнему, насколько мы благодарим его за все, что он для нас уже сделал в прошлом, насколько мы на него полагаемся, и мы понимаем теперь вот этот вот момент, как это все работает, да. То есть если ты, значит, ну а мы все понемногу нытьете, я вам скажу, что каждый из нас боится, волнуется, переживает, значит, сомневается в себе во Всевышнем, когда что-то идет не так, тут же начинает там падать духом, плакать, и то есть нам нужно просто с этой точки зрения посмотреть на себя, на свою жизнь и сделать какие-то для себя уроки. Все, всем удачи, успехов, благополучия, радости, но мы должны понимать, что для того, чтобы выдавить вот это святое масло, которое потом зажигается в огромный духовный свет, нужны трудности, нужно давление. И то, что Всевышний нам дает давление, это вынужденная мера, чтобы дать нам почувствовать настоящее духовное пробуждение, духовный свет, духовную силу, которая просто выносит на совершенно новый невероятный уровень жизни, которого просто человек в комфорте, в каком-то потреблении, он не может достигнуть. Наоборот, если мы посмотрим самые благополучные страны, у них самый большой уровень самоубийств и депрессии. То есть, получается, что слава Богу, слава Украине, слава всем добрым, хорошим, честным людям, которые защищают свой дом, защищают свою землю, защищают себя и свои семьи, чтобы Всевышний дал силы. Все, удачи, успехов, всем хорошего дня.